И все, привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик у нас будет посвящен игровому формату, посвящен все тому же замечательному хоперу страйкеру, как я и говорил, что после того, как мы поиграем на данном замечательном вооружении с устройством на страйкер циклон, я обязательно запишу видеоролик с устройством уран, поиграю, потестирую именно это сочетание. С ураном, с бустером, с которым можно выдавать довольно большое количество дэмэджа, посмотрим вместе с вами, на что способен данный страйкер, да и вообще в целом данное вооружение в матчмейкинге, что касаемо режимов, то я думаю, что сегодня будет актуально поиграть в осаде и в контроле точек. Как по мне, это именно те два режима, где, как по мне, противники все-таки должны чуть больше кучковаться и у меня тогда уже будет чуть больше шанса наносить сплэшом урона и пытаться набивать как можно больше килом. Поэтому сегодня полноценно тестируем, вернее даже не то, что тестируем, продолжаем тестировать хопера страйкер, только с немножечко другим устройством. Ну и если вам заходит игрового формата видеоролики и вы хотите, чтобы они выходили чаще, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком. Я знаю, что довольно большое количество игроков не склонно к хоперу и все-таки осуждают там, да, и говорят, что те игроки, которые играют на хоперах, те там либо крабы, либо играть там не умеют, либо еще что-то. Но все-таки нужно понимать, что, можно сказать, это новая мета, да, и это те вооружения, которые сейчас актуальны у нас в игре. Я думаю, что стоит все-таки их потестировать, стоит порассматривать их, плюс механика данных вооружений немножечко отличается от нашего обычного, наверное, таки дефолта. Поэтому интересно мне лично посмотреть, на что способны подобные вооружения в матчмейкинге. Я особо много на страйкере с ураном на хопере не играл, были там пару боев, конечно, которые я чисто тестировал, пробовал, и у меня там получалось по 30 киллов даже в той же цепешечке давать. Поэтому будет интересно, что у нас получится именно сегодня на данном видеоролике. Поэтому давайте уже потихонечку, я думаю, что прекращаем балаболить и стараемся чуть больше, наверное, сконцентрироваться на игре, пока меня в хоре рельсы какая-то жесткая разводит. Я еле-еле по ней попадаю. Больше, наверное, надо сближаться с точками и пытаться именно как-то от них накидывать по противнику, да. Если они еще будут кучковаться, будет вообще просто великолепнее, пока 4 килла у них только есть. По очкам, конечно, ну, понятное дело, что ничего сложного быть на первом месте. Вот такой вот, например, страйкер может залететь всего лишь на шестерочку залетает. Так, здесь можно овер прожать, еще и овер почти весь остался. А два противничка у нас горят. Один без аптечки остается очень хорошо, плюс дополнительные очки, поэтому за счет таких овердрайвов хоппер тоже можно неплохо реализовать. Плюс ануть себе очков. Так, вот интересно, попаду я? Ой-ой-ой, полетело. Ой-ой-ой, зацепился еще за что-то. Ну, не реализовал, да. Хотел попасть по харьку. Чуть откатывался молодой. Не получилось сделать то, что я хотел. Давайте попробуем на победочку, конечно же, изначально сыграть. Изначально хотелось бы выиграть эту катку. Видите, рандомный страйкер дал по-молодому и попал. Неплохой урончик от стеночки. Так, пока мы контролим только одну точку. Ну, здесь, наверное, больше надо сделать акцент на С. На С все-таки мне попроще будет ехать. Вот вам еще один плюс хоппера. Когда Хантер прожимает овердрайв, вы можете спокойнейшим образом взять и не реализовать противника. Ну, здесь, конечно, на мостах, на таких поверхностях, на всяких заездах, не совсем комфортно, конечно. Играется. Мне лично. Я вижу, что промазал, это очень хорошо. У меня есть возможность хотя бы отобрать точку. О, еще. Может залететь. Вот, немножечко залетело. Так, прошло 3 минуты. 11 килов. Катку пока, ну так, более-менее тянет. В принципе, нормально. Не буду говорить, что плохо. В принципе, нормально. Еще бы вот тут наверх-низе бы залетал бы страйкер. А то он не летит вообще у меня. Так, харьки против какие-то. Чпокует меня. Ладно. Полбоя прошло. 12 килов. Если до 30 килов дотяну, будет очень неплохо. Блин, к сожалению, не ваншот. Залетел по молодым людям. Цепляюсь за стеночки всякие. Какой-то прибьет сегодня. Непонятный пока что получается. 14 килов. Главное, конечно, будем акцентировать свое внимание на точках. На победку надо. Сыграть надежненько. Я надеюсь, что здесь проблем не будет. Нет, конечно, здесь. Пантер за стопом. Ну. Конечно, есть свои здесь тоже плюсы в устройстве, которое у меня есть на фопере. Противник за счет этого не смог забрать точку. Ой-ой-ой, хороший выстрел летит. Очень хороший. Залетел так титан. С куполом. И почему-то... А, ну, короче, не такой глуповатый, если честно, оказался. Титанчик. Мог сыграть намного грамотней. И у меня бы не было бы возможности контролировать данную точку. Так, два противника стоит на точке. Очень хорошо может сейчас залететь. Ой-ой-ой-ой, великолепно. Ай, да бабочка чуть-чуть не туда залетела. Чуть-чуть не туда. Так, двоих стопаем. И добавляем. Хорошо. Очень неплохо. Ну и тут надо... Блин, хотел сказать. Тут надо еще пару киллов давать. Но, к сожалению, я не ухожу на рез. 20 киллов. 20 киллов. Тем временем у меня это очень неплохой результат. 20 киллов. Очень неплохо. Так, овердрайв под своего тиммейта подсейвил. Очень неплохо. Попробуем точку захватить. К сожалению, меня сливают. Мы не контролируем ни одной. И это, наверное, проблема. А вот одну захватили. Сейчас, по идее, должен спадать уже купол. Как только он спадает, я могу хорошую тычку нанести урона. Сразу, сходу. Как только купол падает. Ай-яй-яй, промазал. Здесь от подъема надо. Блин, опять промазал. Тут попало уже. Меня слили, к сожалению. Ну вот, в такие моменты, конечно, не всегда получается реализовать хоппер. Но это, наверное, дело привычки больше. Больше дело привычки. Мне немножко все-таки непривычно. Все равно играть на страйкере с хоппером. Плюс это как бы уран. Здесь надо очень правильно траекторию полета ракеты выбирать. Дабы у вас была реализация хорошая. Поэтому в каких-то моментах не все получается максимально четко. Но давайте все-таки хотя бы постараемся выиграть эту катку. Остается 30 секунд до конца. И пока что все складывается очень плохо. Да, по киламм, конечно, у меня нормально. По первому месту как бы все хорошо. Да, идет. В этом плане вроде как все четко. Но вот в плане... В плане командного боя. Вот куда? Вот куда я улетел мой выстрел? Извините мне, пожалуйста. Я вот выдал выстрел. И куда он улетел? Я не понял, честно. Я выдавал, он там под мост полетел? Или как? Куда? Чего? Зачем? Все, 9 секунд. Мы проиграли бой. Из-за того, что я не смог захватить точку. В очередной раз промазал. 23 кило. Очень плохо. Очень плохо сыграно. Можно было намного лучше реализовать. И выиграть этот бой. Но, к сожалению, я его проигрываю. Ну, давайте сыграем в Осаде. Пока, в принципе, вооружение себя показывает неплохо. Моя реализация, конечно, немножечко, немножечко хромает. Но я, конечно, не тот, кто будет сейчас искать какие-то лучшие катки или еще что-то в этом духе. Нужно, конечно же, показывать, что и бывают и всякие неудачи в таких вооружениях. Не всегда все складывается максимально идеально. Плюс здесь, ну, немножко, наверное, в какой-то момент непривычность играет тоже свою роль. Ну, ладно. Не будем расстраиваться. Сейчас, наоборот, попытаемся реализовать следующую каточку. Это осадочка. Я думаю, что вот в Осаде здесь молодые люди будут пучковаться побольше. И здесь у меня шансов тоже будет побольше. Ну, я, по крайней мере, так надеюсь. Ну, посмотрим. Работает это так, как я думаю, или нет. Три килла пока что. Точку мы не захватили, к сожалению. Противник ее переконтрил. Там против два молодых человека с иммунитетами... Ой, не с иммунитетами, с устройствами. Замечательными на Гаусс. Поэтому я думаю, что мы сразу на Хоппере меняем устройство, дабы нас они не особо бесили. Сразу берем иммунитетик. И вот так вот красивенько начинаем накидочку профессиональную. Вот так вот, хоп-хоп. Минус три танчика сразу на рыльник падает. И уже можно пытаться забирать. Карта, к слову, очень подходящая для такого вооружения. Для реализации его. Поэтому я буду надеяться на то, что у меня получится здесь его реализовать. Ну и хотелось бы, наверное, выиграть все-таки эту катку. Пока что-то как-то... Я бы не сказал, что что-то у нас здесь получается. Только что я бы сказал, что реализация хромает. Сейчас еще пойдут у титанов купола. Будет вообще беда полная. Я не знаю, как их можно будет потом контрить. Как-то будет... Я думаю, что очень-очень тяжело. У нас сколько, кстати, у титанов есть? У нас вроде как тоже там один титанчик был, но он сейчас уже с куполом со своим ошибся. Есть зато мамонт. Мамонт может неплохо навалить. Есть... Ой, сколько там уже резистов появилось от страйкера. Ой, тоже под рельсом открылся. Плохо, плохо. Похоже, опять точка у нас забирается противником. Походу, опять реализация хромает. Тут кто еще магнум накидывает. Тут еще много мин накидал. Ну, и я в свою... О, мамонт, молочек. Хорош, красавчик. Хорошо сыграл. Не отдал противнику точку. Возможно, это наш шанс на камбетчину. Возможно, это наш шанс на камбетчину. Противник начинает кучковаться. Но это главное... А, я только хотел сказать, главное, чтобы он купол не поставил. И он как раз в вашей тайме ставит свой купол. И полностью нейтрализует меня. И все, как бы... Ну, плюс резисты от страйкера начинают появляться в таких боях. И весь мой хоппер, и весь мой страйкер становится... Полнейшей шляпой усатой. Ну, ладно. Давайте пробуем. Пробуем какую страйковую накидочку делать. Страйковую накидочку. Точку я отдал. Титаны реализуют свою куполу. Ну, там два диктатора. Там довольно жесткая команда какая-то попалась. Я не знаю, что это за мега-крутые челики. Но здесь, конечно... Трайхард надо. Трайхардить надо очень жестко. Чтобы что-то получилось у меня в бою. Не знаю, не знаю. Шансы, конечно, есть всегда. Но в этой катке их очень мало. Я бы сказал так. Наверное. Еще и овердрайвов сразу сколько челок прожимает. Да, в этом плане, конечно, жестко. Жестко. Очень-очень жестко. Очень-очень жестко. Так, титан поставил купол, но противник уже забрал точку. И меня еще их скалывало. Печаль. Печаль, 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 печаль. Тоска, грусть, обида. Реализация моего вооружения равна скольки процентам? Нулю. Наверное, нулю. Еще один купол. И это снова GG. Здесь, если у нас титана нету, который может так же прожимать купола, то все, как бы. Шансов на реализацию своего вооружения, я бы сказал бы, ноль. Ноль. Наверное, ноль. Ну, могу вот такой выстрел дать. Что мне даст этот выстрел? Ровным счетом, наверное, ничего. Попробуем, конечно, тут оттеночки чуть-чуть пострейфить. Ну и тут там викинг меня настиг, тоже чпокнул. Ну, максимально все печально. Два боя, в которых мне не получилось реализовать вообще абсолютно никак вооружение. Ну, вот прям реализация равна нулю, я бы сказал. Ну, если в первой катке там еще, знаете, как более-менее было, но в осаде... В осаде вообще без вариантов. В осаде это вооружение абсолютно не актуальное. Абсолютно не актуальное. Ну, как бы. Всегда надо проверять, смотреть. Но в осаде его практически невозможно реализовать так, чтобы ты был полезен. Можно сказать, что меня чпокнули просто-набросту. Просто чпокнули. Оп, хороший выстрел. Хороший еще один. Но это уже слитая катка. Это уже 0-3. Бесшанцовая 0-3. Ну, я думаю, что после такой катки надо попробовать все-таки сыграть еще одну цпшечку. Попробовать там дать тридцатку. Все-таки, ну, я считаю, что это очень такое своеобразное и интересное вооружение. Но оно далеко не самое простое, да. То есть реализовать его не так уж и легко. Ну, и что показывает данный бой, что в осаде, если против... Ну, как бы это по дефолту там всякие титаны появляются. Реализовать это вооружение крайне-крайне-крайне тяжело. Я бы сказал, что почти невозможно, если у противника есть титаны. И они перебивают постоянно ваши купола. То есть делать это, я бы сказал, ну, крайне невозможно. 0-3, 12 киллов. Очень плохая катка. Но мы не отчаиваемся. Мы просто пикаем еще один боечек. И пробуем реализовать все в контроле точек. Я считаю, что в контроле точек. Ну, и, наверное, даже в ТДМ-очке можно было бы, наверное, попробовать данное интересное вооружение. Мне кажется, что и там тоже можно было бы попробовать все это дело реализовать. Но пока фиг его знает. Пока, конечно, реализация хромает. Я бы сказал так. Реализация хромает. Реализация хромает. У нас пикает опять на тот же самый трибьют. Два трибьюта в контроле точек. Ну ладно, если у меня на том трибьюте особо ничего не получилось, то будем исправлять эту ситуацию и пытаться реализовать все на этом трибьюте. Давайте пытаться. Я думаю, что может даже стоит чуть больше обратить внимание на контроль вражеского респа. Чуть больше покататься по нему. И попробовать уже от респа покидать урона. Может быть так будет даже лучше. Давайте, наверное, так и сделаем. Попробуем именно кидать. Кидать здесь где-то ближе к респауну противника. Конечно, безусловно, многое зависит также от противника, который дает играть тебе или не дает играть. Если уж ты пикаешься в осаду и там нереально большое количество титанов, которые тебя чпокают, то, понятное дело, что у тебя не будет такой прям максимально крутой возможности реализовать свое вооружение. Ладно. Это все от маски. Надо просто стараться играть на максимум и пытаться хотя бы выкинуть этот замечательный боечек. По точкам мы здесь просто улетаем. У противника все печально. У нас все замечательно. И по киловам мне тоже я бы сказал, что все замечательно. У него же 11 килов за 2 минуты. Я катаю по респу. И кидаю шубешеный. Перекрашивается приваренной башней. Еще ему 2600 вкинул в его танчик. Заметил тоже, что на хопере сплэш страйкера немножечко меньше, чем на обычном там корпусе. То есть, если это был бы там хоречек или, например, тот же викинг, то по ощущениям сплэш урон бы больше приходил на танк. А так как этот все-таки танк летающий, можно так сказать, ну, как бы парирующий, то моментами этот сплэш урон либо не защитывает, либо это так и должно работать. Я не знаю, как это все правильно действует, конечно. Ну, по ощущениям, где-то просто не защитывает урон. И, возможно, в таких моментах есть чуть больше возможности на реализацию вооружения. Так, 15 киллов. Очень хороший бой. Очень хороший бой получается, наконец-таки. Первый из трех. Где у меня реально получается сделать то, что я хотел сделать изначально на этом вооружении. Ну, анлучка бывает. И надо, как бы, не выпиливать такие катки, а показывать, что и бывают и не самые удачные бои, где не все так однозначно у вас будет складываться и получаться. Ну, и вообще, как я сказал, то есть, такое вооружение очень... очень-очень универсальное. И не так уж просто его реализовать. Нужно очень хорошо читать траекторию полета вашего страйкера. Потому что Хоппер еще тоже придает свою уникальность полета этой ракеты. И зачастую немножко непривычно после Викинга, например, играть на нем. Но надо тоже привыкать. Я думаю, что со временем если я буду на этом вооружении играть больше, то я привыкну и смогу его еще лучше реализовывать. Будет уже совсем другой результат. Так, отдал я, можно так сказать, специально точку противнику, дабы я ее сейчас захватил. Но я ухожу на резку. Это очень плохо. 23 килла. Пока, ну, прям вообще бомба. Прям очень бомбически. 23 килла. Для такой катки это очень хорошо. Это очень хорошо. Можно попробовать сделать еще больше. Чем 23. Я, к слову, за бой ни разу не сводился, да? Не было ни одной сводочки. Это очень прикольно. Даже не было момента для сводки. Можно было бы еще килл добавить. Но не успел. Так, есть хоппер, которого можно очкопнуть. Там еще был танк. 29 киллов за 5 минут. Можно попробовать дать 40. 40 на хоппера в страйкере 40 киллов. Это будет очень неплохо. Поэтому давайте попробуем. Давайте попробуем все-таки. Давайте попробуем. А, уже у нас конец катки. Блин. Точки захватились. Я как-то проглядел. Ну, в общем и целом, что я могу сказать? Мне это вооружение показалось очень интересным. Очень интересным. И для всех любителей страйкера с ураном я могу сказать, что вам стоит поиграть на нем. Да, то есть, если вы играете сейчас уже на хоппере, и вы раньше, например, любили играть на уране со страйкером, то я бы на вашем месте попробовал бы поиграть именно на этом замечательном вооружении, почувствовать новый какой-то для себя определенный геймплей и окунуться в эту игру, да, с какими-то новыми эмоциями, новыми какими-то моментами, да. Мне все-таки, ну, такие сочетания дают что-то новое, да. И новый геймплей, новая какая-то механика, да, то есть, не совсем стандартная для меня. Да, это не совсем просто. Моментами там и промахи какие-то появляются дополнительные, но я думаю, что со временем можно привыкнуть к таким вооружениям. И если уж, как бы, подытожить сам хоппер и страйкер, то это довольно уникальное вооружение, что для джиггернаута, да, с восьмиступенчатым устройством, да, с циклоном, что с ураном, да, в матчмейкинговых боях, это, как по мне, очень интересно, и плюс ко всему, как бы, нагибающе и прибыльно, и главное, просто подбирать правильный режим для определенных устройств с данным вооружением. То есть, если уж рассмотреть контроль точек и осаду, то по этим каткам можно с уверенностью сказать, что данное вооружение очень сложно реализовать в осаде, прям максимально сложно. А вот что касаемо ЦП, где нету такого большого количества там титанов, можно вообще очень легко и, главное, круто реализовать вот этот замечательный хоппи игрострайкер. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если он вам понравился, если вы хотите видеть больше игрового формата видеороликов, то обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, летим дальше, десяточка, конечно, уже набита, но я думаю, что впереди есть те самые цифры, которые еще, ну, где-то пока что еще, конечно, далеко находятся, но все-таки надо к ним хотя бы стремиться, поэтому если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ну и 150 набирается, выходит следующий игровой видеоролик. У меня на этом все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.